Если человека отлучили от церкви, означает ли это, что он отпал, Евреям 6.6, отсечен от лозы Христа, Иоанна 15, духовно умер? Сформулируйте, пожалуйста, цель отлучения от церкви. Если человек отпал, отсечен от Христа, духовно умер, может ли он возродиться еще раз? Может ли Бог вновь привить его на лозу? Может ли он вновь воскреснуть? Цель отлучения от церкви особенно ярко обозначена в первом послании к Коринфянам, в пятой главе. Здесь две как бы цели особо обозначены. Чтобы Дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. То есть если замечание – это тоже мера, чтобы устыдить человека, то отлучение – это еще более конкретная мера, чтобы все-таки человек мог войти в себя, мог бы остановиться, мог бы искренне покаяться, и Дух его был бы спасен. А вторая цель – чтобы малая закваска не заквасила бы все тесто. То есть чтобы и церковь оградить от этого греха, от распространения греха, от осквернения всей церкви. Поэтому, братья, отлучение, в общем-то, усматривает, что человек может снова покаяться, может снова восстановиться. То, что пишет автор послания к евреям в шестой главе, оно более глубокое переживание такое описывает. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших глагола Божия сил будущего века, и отпавших вновь обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему». Это уже близко больше к тому состоянию, как хулана Духа Святого. Братья, нам, может быть, трудно определить это состояние, где человек уже вот на такой грани, где он, вкусивший глагола Божия, и отпал, и попирает вот все Божье, которого невозможно уже обновить покаянием. Поэтому, братья, это, может быть, сложно нам определить. Пусть Бог определяет это состояние. А нам нужно молиться за отлученных. Дал бы им Бог покаяние. В церквах нашего братства среди новообращенных и при очищении освящения практикуются молитвы, отречения и обязательное исповедание греха перед служителем. Ну и вот вопросы. На каких словах Божьих основывается эта практика? На каком основании новообращенный обязательно должен исповедовать все свои грехи до обращения? Ведь кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Получается так, что жертвы Христа недостаточно? Получается, Иисус Христос плюс отречение и Иисус плюс исповедание. Братья дорогие, в общем-то, мы так не учим, что все грехи, которые сделаны до покаяния, надо исповедовать. Иисус Христос – это в помощь, в помощь душе. Когда нет победной жизни, когда нет свободы, когда внутренне нет удовлетворения или нет понимания полного прощения, нужно исповедание. Исповедание имеет смысл еще глубже осудить грех, вынести его наружу, исповедать, поведать о нем, поведать. В общем-то, братья, в материале об очищении и освящении есть разъяснение на эти темы, об исповедании, есть разъяснение, в каких случаях надо исповедание, перед кем исповедание, вот какие грехи нужно исповедовать. Обо всем этом есть разъяснение, поэтому я не буду сильно на этом останавливаться, братья, но мы так не понимаем. Мы обычно так ставим вопрос до обращения, грехи, в которых нет победы, которые снова повторяются, были до покаяния сейчас, грехи, которые оскверняют совесть, лежат грузом на совести. За лучшее, чтобы вместе со служителем помолиться. Исповедание имеет этот смысл осудить грех, открыть его, чтобы кто-то за нас мог бы помолиться вместе с нами. Ну и служитель может хороший совет дать. В отношении отречения. Братья, в общем-то, эта практика применяется обычно в вопросах оккультных грехов. В чем здесь смысл? Ну, в общем-то, в Слове Божьем отречения мы встречаем только в отдельных случаях, как, допустим, Иов говорит, я раскаиваюсь, отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Отречение усматривает, то есть я полностью отмежевываюсь, я полностью разрываю все, что у меня было. Оккультные грехи – это обычно связь с этими силами бесовскими. Я этот, как бы, договор разрываю, я от всего этого отрекаюсь, отрекаюсь. Поэтому применяется вот эта такая практика. Хотя далеко не всегда это служитель, который беседует с душой, он определяет, нужно ли отречение или не нужно. Вот, поэтому мы так понимаем, что, да, жертва Христа вполне достаточно. И это не значит, что Иисус Христос плюс отречение. Это в помощь душе, исповедание, в помощь душе, чтобы глубже осудить грех, чтобы с ним полностью разорвать. Вот, и вместе помолиться, чтобы кровь Иисуса Христа могла бы очистить душу. Собор, собрание, соборные послания Иакова, Петра, Иуда и Иоанна, они общепосланы церковью или апостолами. Павел писал послание один. То есть, в смысле, соборное послание, допустим, апостола Петра, или это писала вся церковь и через Петра, так я понял вопрос, или что означает соборное. Братья, я понимаю больше так, что оно адресовано собранию. Оно как бы принадлежит всему собранию, это послание. Это не личное послание Тимофею или Филимону, это соборное послание всей церкви. Ну, так мое понимание. Написано, как живые камни, устрояйте себя дом духовный. Бог дал дары человекам. Ифесянам 4, 7, 8. Я не знаю, какой дар дан мне, как мне быть. Ведь я так понимаю, мыть полы в доме молитвы, это не есть дар Духа Святого. Как понять, какой я имею дар? Или дар не всем дан? Или кто не имеет дара, не возрожденный? Я бы так посоветовал, братья. В общем-то, Бог не даст нам, допустим, как мы не даем нашим детям, допустим, сегодня я дам моему ребенку 100 рублей. Может быть, когда-то я тебя пошлю в магазин, и ты купишь хлеба или купишь что-то. Нет, когда я посылаю его, я ему дам и 100 рублей. Ты купи вот это, это, это. Так что, братья, здесь дело не в том, чтобы теперь ожидать, вот когда у меня особый дар проповеди, вот и тогда я начну проповедовать. Или когда особо на меня найдет воодушевление, я пойду благовествовать. Ты иди, открой уста твои, и я вложу, я наполню их. Я наполню. Вот так с дарами, так я понимаю. Они даны во благо, для служения. Поэтому я бы советовал этому брату, будь послушен, старайся делать, что ты можешь. Будь послушен братьям, если что-то поручают. Как понимать, законом познается грех. И вообще эти тексты объясните, пожалуйста. Римлянам 7 глава, 7 по 10 стих. Что же скажем, неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил, не пожелай. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. Ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Я думаю, многие из нас водители, если мы привыкли ездить по какому-то участке дороги, нормально, ездили как хотели. И вдруг появился знак. И останавливают меня, допустим. Ты нарушил. Да как нарушил? А вот там знак есть. Ты нарушил. До этого, как не было знака, не было и спроса, как бы, да? Не было и спроса. Итак, апостол Павел пишет, если раньше не было закона, хотя Бог все равно вложил в человека совесть, и этот закон был написан в совести человека, но как бы человек мог оправдаться? А нет такого закона, что ты с меня спрашиваешь, Бог, если нет такого закона? Что ты спрашиваешь за мои внутренние чувства, за то, что желаю я или не желаю, пожелал я жены ближнего или осла ближнего? Но это мое только желание, я же ничего не сделал, я к ней не подошел, я осла не украл. Это что за грех? Когда вышел закон, она определила, что, оказывается, мои-то внутренние желания, они греховные, я за них ответственен перед Богом. И получается, сам-то закон хорош, он определяет хороший свод правил, но получается, что мы, проданные греху с греховной природой, мы не в силах исполнить. И этот грех показывает нам, обнаруживает вдруг нашу греховную натуру. Оказывается, я-то виноват перед Богом за то, что у меня недобрые желания, или вот в этом, в этом, в этом вопросе, я, оказывается, виноват перед Богом. И получается, закон всех поставил перед фактом, что все грешники и нуждаются в помиловании, нуждаются в Божьем прощении. И поэтому вот этот закон-то добрый, кажется, он должен был служить к жизни, но он послужил для меня, к тому, что обнаружился мой грех, и вынес и приговор возмездия за грех смерть. И все человечество оказалось перед фактом, мы все грешники, поэтому нам нужен Спаситель, нужен Христос. И таким образом, еще другое назначение закона – подвести людей ко Христу, к этому Спасителю. Продолжение следует...